Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аминь. Возлюбленное Господи, Сын Матери, Братья и Сестры. Спасибо, Господи, за ваши святые молитвы. Сегодня на Божественной Литургии мы с вами читали Евангелие от апостола Ангелиста Матфея о том, что к Господу принесли человека расслаблено жилами. Это по-славянски, по-современному русскому переводу, это парализованного человека принесли. И Господь его исцелил. Но сегодняшнее Евангелие, оно нам рассказывает об этом событии, и мы читаем о воскресе на Литургии, для того, чтобы узнать, что вот какая сила Господня, и парализованных Литургий выстирает. Мы об этом прекрасно знаем. Сегодня Евангелие говорит нам о другом. И также у нас даже есть неделя расслабленных, когда к этому событию другого литургиста описано. Целая неделя в нашей духовной жизни посвящена. О чем наша сегодняшняя Евангелие? О том, что когда Господу принесли этого парализованного, первое, что сделал Господь, со стража этому человеку, сопереживая ему, он сказал, чада, прощаются тебе грехи твои. И сразу же на него начали хулить и осуждать фарисе, и говорят, кто может прощать грехи? Только Бог. Да, действительно, только Бог прощает грехи. И те люди, которым Бог дал эту власть, это православные епископы, патриарты, и священники. И вот, братья и сестры, далее Господь отвечает, но вот это вот, Он всем отвечает, и фарисеям, и тем, кто его ненавидит, всем отвечает, все с любовью, всем желая спасения. У Него нет врагов у Господа. Хотя кто-то себя назначает на роль врага Божия, но Бог Сам ни с кем не враждует. У всех любит все Его дети, даже если убьют и оскорбляют. И поэтому отвечает всем, всем абсолютно на наши вопросы. И говорит им, ну, чтобы увидели, что Сын Человеческий имеет власть не только прощать грехи, говорит им, чадов, что не ходи. И этот человек парализован и встал, и пошел в дом, исцеленный. И вот, братья и сестры, о чем же наша сегодняшняя Евангелие, оно не о том, что Бог имеет эту власть и силу прощать, воскрешать, исцелять парализованных, больных раком, каких-либо, психически больных, и Бог есть история чудеса. Так это и есть. Но избавляет наша то, что Бог, в первую очередь, прощает нам грехи. Вот когда мы тяжело больны, что мы хотим, чтобы сделал Бог в первую очередь? Когда болеет наша душа, или болеет тебя? Что просим у Бога в первую очередь? Исцеление. Конечно, исцеление. Исцеление. А давай, что ты хочешь поменять? Вот сейчас Бог тебе может одну просьбу исполнить, не две, а одну, по твоим молитвам. Исцелить тебя, или простить тебе грехи? Что выберешь ты? Исцеление. Исцеление. Понятно, что мы вот такие вот грешные, мы вот такие немощные. Но, братья и сестры, наши страдания, мы должны это сегодня хорошенько понять, не в том, что мы больны, и у нас болит тело, рука, палец, нога, или душа, у нас там видение, галлюцинация, весы, не в том, что у нас не хватает семейных радостей, нет жены, мужа, детей, автомобиля, еще чего-то, а наши страдания заключаются в отношении ко всему этому, то, что с нами происходит. То есть наше страдание, это только грехи. Грехи, которые нас мучают. Грехи, которые закрывают от нас самое радостное, самое светлое, невероятно светлое, невероятно яростное в нашей жизни. Наша проблема в нашей жизни, проблема в нашей жизни, это только грехи. Все остальное не проблема. Кривер. Ну вот, всегда говорю на проповеди про Матрону Московску. Это человек, который тяжело болелся в свою жизнь. Слепорожденная, парализованная, лишенная всяческих людских радостей, но посмотрите на икону Матушки Матроны или посмотрите на прижимную фотографию, абсолютно радостный человек, абсолютно светлый человек, абсолютно, и к ней приезжают вот такие, часто приезжали к ней на каких-то огромных Волгах, с какими-то большими деньгами, какой-то большой, но часто здоровые, мощные мужчины, женщины, красивые, в бриллиантах шел так, и бедные приходили, абсолютно удрученные, абсолютно несчастные приходили, а она слепая партизон, абсолютно счастливый, светлый человек, или другой пример, давайте подумаем, грехи нам мешают, например, серебролюбие и жадность мешают нам стать богаче, даже материально, это парадоксально кажется нам, это невероятно кажется нам, нам кажется, что если мы будем экономить, если мы будем не подавать минус, то мы станем богаче, вот человек проголосит нашей помощи, а мы им не ставим, не дали, давай, 100 рублей, и 200 рублей не дали, и 50 не дали, это что значит, мы на 50 рублей стали богаче, на 100 рублей, вот церковь нуждается в помощи, мы зашли, а сколько 100 свечки стоят, сколько, 5 рублей, ого, озверили попы, такие цены сумасшедшие, это реальная идеология, которая у нас происходит, человек возмущается, вы что, 5 рублей свечка, да как же так можно, да как вам не стыдно, говорят люди, и что человек, ладно, не купил за 5 рублей свечку, купил за рубль, он что, на 5 рублей стал богаче, ему лучше будет жить на этом белом свечке, нет, давайте вспомним, святая Филарета Милостивого, Пафлагонийского, это человек, который был богатым земледельцем, жил в такой маленькой провинции, мало как бы известной, был земледельцем, у него было много волов, скота, земель, пашек, и он был очень милостивый, он служил, жил ради Христа, и со своим именем много-много раздавал милостивый, много бедняков кормил, странствующих, страдающих людей, а дальше что с ним произошло, братья и сестры, вот он Богу служит, жил ради Христа, это он явно прямо, не только вот умеет ходить в брак, не только умеет причащаться, исповедоваться, а еще умеет и раздавать, вот то, что руками заработал, головой совместивый, раздавать умеет молиться, что дальше с ним произошло, как вы думаете, потерялся, потерялся, конечно, угодник Божий, который богослужит, он все потерял, потому что на него напали разбойники, выграбили все, что он там был, то есть богослужить, это не значит, что ага, я вот сейчас пойду Богу, помолюсь, в беноскопе сразу стану богаче, и сразу выздоровею, сразу решившись проблемы, нет, жить Богу, это значит проходить разные этапы в своей жизни, и гонение, и нищету, и бедность, чтобы смирить свою душу, когда он все потерял, он не перестал Богу служить, он не расчарывался в Господе, наоборот, он сказал, ну вот раньше на меня работали наемники, слуги, сейчас я буду сам работать, слава Богу, это же лучше, чем управлять людьми, что я своими руками буду зарабатывать, своим трудом, потом, не тяжело это будет, тяжелее на жиле вставать свою землю, но и тем больше будет награда Божия, что я от тяжелых трудов буду отдавать людям, кормить их, питать, и Господь его наградит, и он стал пахать землю, через некоторое время он видел бедняка, которому нужен был волк, он отдал свою волну, потом, а волок была пара, и он подумал, а как же волк была без пара, ну давай, и второго отдай, отдал второго, потом видел усадника, который потерял коня, свой воин, он дал своего коня, потом, когда уже пораздавал все, что было можно, пошел, взял в кредит, одолжил у кого-то осла с пшеницей, чтобы накормить семью, и вдруг увидел человека, который нуждается в еде, и отдал его послика, который в долг взял, собственно говоря, который надо отдавать, отрабатывать, отдал, и когда он возвращался домой, после всех, вот этих раздает, его там семья, жена с детьми плакали, он молит, да что ж ты творишь, мы ж умрём с годом, говорит, не умрём, не умрём, потому что Бог с вами, мы же ради Христа и так делаем, не умрём, и вот он всё-всё раздавал, абсолютно оставаясь нищем, и вдруг распочелись кого-то, как-то, и не вживися судьбами, Бога много способов нас прокормить, он всё возвращал, ещё больше и больше, и знаете, кем он потом стал, вот с нищеты, вот пахарь, с моты ДВК, который раздавал всё последнее волнение, помните, читали жития, почитайте, пожалуйста, есть ещё развернутая жития про его погребения, про его чудеса, про его прозорливость, про его святость, это великое дело, читать жития водников Божьих, потому что мы идём по их дороге, мы медленно идём, плохо понимаем, куда идём, даже нехорошо понимать, где уже идём, он стал тестем самого влиятельного человека в мире, бизантийского императора Константина, вот кем он стал, человек, который раздавал последние волнения, он стал виднее, виднее, одна дочь вышла замуж за императора, а вторая дочь вышла замуж за его ближайшего помощника, богатейшую рядможью, сам он стал консулом, но когда он стал вот этим богатейшим влиятельным человеком, он не перестал делать милосердия своё, не закончил дальше, продолжал минусами. Поэтому, братья и сестры, приходя на исповедь, каждый раз давайте будем задумываться, а подготовился ли я к исповеди, а нормально ли это, что я вот тут на ходу что-то вспомню, пять грехов, вот серьёзно, я вчера вот так исповедовался, и позавчера так исповедовался, и 10 лет назад исповедовался, так и 20 лет назад здесь исповедовался, в моём храме, я не знаю, где храм, но в моём храме приходят люди и говорят по 3 греха, по 5 грехов, 7 грехов на исповедь, если вы считаете, что это нормально, что это приведёт к каким-то радостным освобождению, да, это нормально, да, это тоже что-то, вот мне надо дойти пешком от рыбачьего, ну, скажем там, до Москвы, я в день делаю пол шага и ложусь отдыхать, потом проснулся, выспался, поел, о, я уже приблизился к Москве, ещё пол шага делаю и опять идём спать отдыхать, вот эта исповедь в 5-7 грехах, это по пол шага в день, понимаете, пол шага в день, а кто готовился к исповеди, который написал человек 20-30 грехов, он делает уже более-больше, чтобы он быстрее движется к Царству Небесному, тот, кто готовился, а этот не готовился, мне некогда, он на море, он там ещё где-то, он ещё, а я, бачка, правила не вычета, пойду на причастие, благослови, да и дела, а я не постился, да и дела, а я не молился, я там, это, матерился, ну и дела, что хочешь, да, давайте на причастие, он делает только по миллиметру в день, когда же он дойдёт до Царства Небесного, такими темджами, поэтому, если надо готовиться, братья и сестры, иначе от нас закрывается самое важное, и пока мы живём в страстях, пока мы, вы знаете, что у нас православные христиане, приходя на Истанцию, даже не знают, что существует такое понятие страсти, оказывается, не знают, что в страстях надо исповедоваться, а не в грехах, грехи-то мелочи, а самое главное-то страсти, мы живём в страстях, и страсти определяют наше поведение, страсти закрывают нас, для нас милостыню, мы милостыню подаём по страсти с лифролюбиям, и, соответственно, не богатеем, а не богатеем, завидуем тем, кто богаче нас, они-то милостыними накладывали, трудились больше, чем мы что-то делали, поверился Заяц, Заяцем не исповедуемся, в своей воле и мы не исповедуемся, в гордыне мы не исповедуемся, но только когда батюшка уже мозг весь выдолбал, что в гордыне мы исповедуемся, нам плохо, мы не радостны, мы не счастливы, мы выходим из храма, по сосредственности другие, с серьёзными, грустными, напряжёнными лицами, что-то мы не получили, что-то у нас не произошло в храме, люди, которые на улице нас увидели, говорят, так там же у них ничего не произошло, они-то зашли туда грустные, набычные, такие и вышли, а что толку тогда ходить в этот православный храм, у них там не получается ничего, я лучше пойду сейчас, там денег заработал, ману кого-нибудь, что-то там, я быстрее, чем-то он стоит, молится, свечки ставят, и такой же выходит грустный, грустный и печальный, и серьёзный, а мы грустные и печальные, почему, по какой страсти? Никто ж не знает, никто ж не знает, потому что никто ж к исповеди не готовится, никто ж не открывает список с грехами, со страстями, где вторая страсть самая сильная, как называется, никто ж не знает, 20 лет, и батюшка её в церкви говорит, а ты сколько, а я 30, батюшка, так какая самая сильная страсть после гордыни, самая ужасная, самая мучительная, какая? Какая? Своей волей. Ну вот человек уже стоит, много лет это слушает, своя воля, родненький, хоть раз в жизни откройте список с грехами, хватит уже ходить на исповедь, и тут что-то там вспомнил, сбрёв три греха в голову, и Бог у него три греха совершил, пять лет. Хватит, своя воля, дорогие, по своей воле мы раздражаемся на ближних наших, по своей воле мы непрестанно боимся, что вдруг произойдёт не так, как мы хотим, по своей воле мы спорим, по своей воле мы скандали, по своей воле распадаются семьи, по своей воле, братья и сестры, парализованный человек, озлобленный, инвалид, становится озлобленным, ненавидящим мир, зависливым, по своей воле. А если побеждает страсть своей воли, когда он болен, когда он произойдёт, становится матроной московской. Самое главное, что матроны московской не было, своей воли не было, она это принимала, как волю Божию, всё, что с ней происходило, благодарила Бога. Поэтому, братья и сестры, не будет у нас своя воля, мы будем с счастливейшими людьми. И Антеза Тауст об этом говорит, что достигшие отсечения своей воли, достиг покоя, у нас покоя нету, мы беспокоены, мы вечно какие-то раздражённые, измученные, нападающие на наших ближних, и ближние не хотят в храм идти, потому что мы все в страстях остаёмся, научились ходить в храм, научились свечки ставить, не боятся трещаться, но страсти-то остались у нас. Мы же в них даже не каемся, хотя бы это самое первое, самое главное, самое простое, что можно сделать, это каяться на исповеди, а мы даже это не делаем, не готовимся к исповеди. Не говоря уже о том, что своя воля, например, борется и другими способами, кроме исповеди, исповеди может быть недостаточно. Облагодарение Бога за всё, что происходит в нашей жизни. Осмирение им со святой волей Божией, о молитвенном увещевании себя, то есть смиренно-мудрием, как Бог управит, так и будет, и многим другим. Если бы не было бы своего рода, то мы счастливейшие люди бы были. Если бы не было серебролюбия, мы бы раздали бы всё и стали бы богатыми. И Арк Раштадский домой приходил без сапог. Вот он когда шёл в собор, и все знали, что он не может отказать после причастия. Вот что не попросил, он тебе всё отдаёт. И стояла такая очередь, ищет, и говорит, дай, 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 дай. И он так давал, 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 всё, что в карманах, всё раздавал, раздавал одежду, по сапоги снимал, и пришёл, приходил домой без сапога полугога. И матушка тоже взывала и плакала, и жаловала даже архиерею на него. Батя, 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 призовите в порядку отца Иоанна. Он тебя не кормит без сапога, приходит домой, раздетый, разобранный. Но Иоанн Раштадский стал потом богатейшим человеком, и пароход, собственно, чтобы путешествовать по России в молитве. Поэтому, братья и сестры, все свои силы. Мы сейчас должны понять, что самая единственная проблема в нашей жизни, это нехватка денег, нехватка чего-либо другой, семьи, автомобилей, домов, нарядов, внимания, конфет, шоколады, чего угодно. Нет, проблема не в этом мы жить, а проблема мы в грехах. Проблема, что я ромщу и возмущаюсь из-за этого. Проблема, что я завидую тем, у которых это есть то, что нет у меня. Проблема в том, что я унываю от этого, что у меня чего-то не хватает. Проблема в моем маловерии, что я маловерю в Господа. Проблема в том, что я неблагодарная, моя душа. Столько от Бога получаю радости, благодати, щедро, милости, невероятных чудес. Всю свою жизнь Господь спасает меня, прощает все мои лютые, тяжкие прегрешения. И абсолютно без всяких укоров и условий опять снова мне помогает, снова мне помогает, снова любит меня, носит на руках. А я снова мучаю Господа. Вот это проблема. А не в том, что мне не хватает нарядов или коротких шоколадов, или лукетов цветов. Вот мы должны это хорошенечко понять и усвоить. А когда мы это поймем, мы уже встали на пути исцеления. Раз проблема в моих грехах, значит я должен вниз с ними разбираться. Я должен решить это, решать этот вопрос. А чтобы разобраться, я должен понять, какие у меня есть грехи. Я со стороны себя абсолютно не вижу. У меня полное озабление грехов, полная нечувственность. Я тут хохочу на исповедь прихожу. И это тоже реально. Вместо слез покаянных, смеются люди на исповедь. Реально. Значит, я должен разобраться, какие хотя бы основные семь страстей. Потом нужно разобраться, какие грехи от этих страстей исходят. Потом нужно разобраться, какие грехи во мне действуют. Проанализировать свое поведение. Почему я там ругался, почему я тут обижался, почему я тут завидовал, почему я тут опять солгал, почему я тут еще какие-то грехи. Значит, какие страсти во мне действуют. Господи, прости меня. Разобраться. У них надо сказать, Господи, я опять солгал, как мне стыдно, как я не хочу этого. Какой я лжец, какой я прогнивший человек, какой я трусливый человек, что я лгу. Я не могу сказать правду, потому что я боюсь, я суетный трус. Я судитель. Вот это вот работа над грехами. Они вспомнили, что-то я сказал. Вот здесь назвал. А, помню название греха, это, сказал, съел, не шел. Вот сейчас скажу, и он мне простится. Ну, как-то это выглядит не очень. Разобрался, укорил себя, осудил себя, подумал над этим грехом, опросил помощи Божьей, не записал на бумажечку, чтобы тот не забыть, чтобы не мочать, не стоять на исповеди. Сейчас подождите, еще пять минут, я вспомню. Все подождите, весь приход ждите, я помочу, ко вспоминаю грехи. А, вот. Это что же не исповедь? Это не такое издевательство. Вот, все записать, чтобы не забыть, каяться в грехах, все, и потом будет приходить понимание, во-первых, освобождение от грехов. Каждая исповедь с подготовкой, с видением грехов, для освобождения человеческого душа, она открывается, с нее спадают оковы греха, грехи властвуют над душой. Он порабощает душу грех, и оковы падают, и расширяется кругозор человека, и грязь смывается с очей нашей, с окон нашей души. Мы за этими окнами начинаем в этот прекрасный мир. И приходит понимание, когда мы начинаем анализировать, думать, сидеть, работать над грехами, начинаем понимать, как они действуют, как они приходят. Мы хотим на ранней стадии их победить, а не на третьей стадии рака. Значит, мы начинаем вести внимательность, жить, читать Иисусу молитву, отсекать их и грехи. Делать противоположные доброты, жадные, слепролюбивые, буду милостыню подавать, побольше. Раздражительные, значит, своевольные, значит, буду благодарить Бога за все. И так далее. Делать противоположные доброты, и вот наша проблема. Когда мы будем избавляться от грехов, будет приходить благоденствие, душевное, физическое и материальное. Никто никогда не бедствует, и не будет никогда бедствовать, тот, кто спасает свою душу. А потом сказал Господь, защите Царствие Небесное, и все это приложится вам. Поэтому, братья и сестры, все еще этот день воскресни, в эту Малую Пасху, в этот невероятный праздник любви, который нам дал сегодня Господь на Божественной Тургии, дав нам эту великую благодать Божию. Войдем из храма радостной светлой, и все свои силы бросим на реальные проблемы. А реальные проблемы – это наши грехи. Все, другие проблемы существуют. Все остальные проблемы решит нам Господь. Все остальное является не проблемой, кроме грехов наших, а благословением, можем лекарством. Все наши трудности – это лекарство для души. Это для того, чтобы мы стали сильнее, добрее, терпеливее, более верующими, более молитвенными. Это для того, чтобы молитва наша праведная и горячее пламя настала. Для этого наши трудности земные. Да поболимся с Божьей помощью, с грехами своими, и да откроются нам, когда грехи из нас паднут и уйдут. Великие чудеса Божьи, вся эта радостная жизнь, которую мы обменяли на грехи, от которой мы ушли, предав Господа совершая грехи. Но нам вот она великая, радостная, светлая жизнь, как у Филарета Милостивого, как у Иоанна Кроштаска, как у всех святых армии обладающих, как у Ксении Петербургской. Но грехи нас останавливают, они запугивают и загоняют нас под кровать. Да и будем избавляться от грехов и входить все более и более в эту светлую, радостную жизнь. Молитвы Филарета Милостивого, Ксении Петербургской, Буки Крымской, чудотворца Серафима Саровска, и всех святых, от века Бога, угродившим. Аминь. Ксении Петербургской, Продолжение следует...